Привет, друзья! Всем привет из Таиланда! Сегодня у нас второй день пребывания в этой замечательной стране. Мы в Паттай. Утро у меня было сегодня точно такое же, как и вчера. Я проснулась, пошла на пляж, 3 часа провалялась, потом помылась, побыла немножечко в номере. И вот сейчас приехала вот в такой shopping mall на автобусе, но точно таком же, как и вчера. Мне надо купить Ленечке футболку. Ну вот ничего пока здесь не увидела. Вошла его по кругу. Какой хороший. Вот такие хорошенькие. Вот я выхожу из этого мола. Называется он Mike Shopping Mall. И вот тут на входе стоит, видите, какой великан. Грозный. В рваных шортах. И попадаю на улицу. Здесь кафешечки кругом. Люди сидят. И выход к океану. Помимо уличных лотков, мне на пути иногда встречаются вот такие закрытые огромные помещения. Типа таких штанишек. Надо мне сейчас посмотреть, подобрать. Вот еще один огромный мол на моем пути. Это вот уже такой посолиднее магазинчик. Типа бутиков вот здесь по обе стороны от прохода. О, мой любимый Асприт. Я не видела его годы. Лет восемь, наверное. Вот сюда я, пожалуй, зайду. Как я его любила. Этот магазин. Он, конечно, такой более молодежный. У меня вот такой был сарафанчик джинсовый Асприта. Несколько юбочек джинсовых, вельветовых. У них такой стиль, а более спортивный. Вот такая мне понравилась кофточка. Но цена, вот я вижу, 2,595. Это где-то 80 долларов, наверное. Да, где-то 70-80 долларов. Продолжаю идти по этому молу. Ничего в Асприте не купила. Очень дорого, да и особо ничего и не понравилось. Ой, какие-то запахи. Вот здесь все дымит. ГЕС, ГАП. Вот такие известные марки здесь тоже присутствуют. И я вижу, что есть и второй этаж, и третий этаж здесь. Ну и вот я, можно сказать, обошла этот весь молд. И вот тут постоянно такие фигуры. Не поймешь, то ли живой, то ли нет. Вот думала, что не живой. Он шевелится, представляете? О, у нас эти. Там вверху тоже как красиво. Посмотрите, все переливается, сверкает. Там может быть какой-то парк или что, подняться, что ли. С одной стороны неохота, с другой стороны там так красиво. Здесь вот цена такая. Ай, что это? Ну и вот что на третьем этаже у нас. Верите или нет? Интертеймент. Вау. Боже. Тут прямо какая-то сказочная страна. Вау. Вау. Верите, вверх. Какой-то лабиринт. Вон выходят оттуда дети довольные. А, в общем, здесь вот такой парк. Везде, конечно, можно зайти. Мувинг-сиэта. Двигающий театр. Сувенирная лавка. Одна цена. 100 бакс все продукты. Видите, по-русски написано. Ну, что-то там пусто в этой лавке. Ничего нет. Дальше опять. Вот. Какой-то рухнувший самолет там я вижу. Какой кран. Висящий воздух. И струя воды. Ханка преследует духи. Здесь себя... Какие. Вот она здесь. Видите, гробы такие стоят. Ужас. Ой, что творится. Вы посмотрите. Ай, мамочка! Господи. Ой, мама! Ой, мама! Ой, мамочка! Боже мой! Ага! Вон! Крышка гроба тоже открывается. В общем, кошмар какой-то. Вот тут аттракцион и виртуальная реальность. И вот здесь тоже, посмотрите, какое кресло, которое наклоняется, двигается, как будто правда едешь по дороге. Какой-то поезд может быть, он куда-то отправляется вдоль здания. Я, конечно, не знаю. Очень-очень мне понравилось, вы знаете, так интересно. Даже не посетив ни одного аттракциона, вот так вот просто пройтись вдоль здания было классно, конечно. Ну, ладно, раз уж пошли, то пойдемте еще выше. Тут вот на последнем этаже в основном ресторанчики такие, знаете. Старбакс кофе. Спасибо! И вот давайте я вам покажу вид, который открывается здесь. Ух ты! Вот это да! Вот это вид! Сколько кораблей стоит в бухте! Вот это да! Ну, вот посмотрите опять, как реально. Как статуя, но и тем же живой. Невозможно поверить. В сторону от основной улицы отходит очень много вот таких маленьких кулачек. С едой, с ларечками тоже, с лоточками, вот с этими. Вот на этой конкретно очень много почему-то индийской еды. Ну вот, кстати, и по-русски, видите, хорошо продукты, свежие продукты. Тайский суп, мне надо попробовать тайский суп, мне советуют. Том Ям называется. Я вот никак не могу его найти, где он продается. Массаж, вот опять же, можно сделать здесь. Вот кому интересно, можете посмотреть цены на массаж. Я хочу сделать тайский массаж, но у меня очень мало остается времени до встречи с Рикардо, поэтому потом, в следующий раз, обязательно-обязательно. Ресторанчик тоже в таком африканском стиле. Там как пещера настоящая. Видите, как интересно отходить от главных улиц. Столько можно всего здесь найти. Еще раз вышла на берега Днямая. Вчера мы здесь шли, уже было довольно темно, и, может быть, не особо что-то видно, но вот сегодня... Сегодня вот... Такой ветерок, Татьяна, дует вообще красотища. Я опять пришла на Бокинг-стрит. В это время здесь не так многолюдно, еще нет шести часов. А ближе к ночи, конечно, настоящее сумасшествие. Что здесь делалось вчера, это, конечно, вообще... Сейчас еще и огни не горят. Вот в ожидании Рикарда где-то минут 40, может быть, полчаса. Просто погуляю. Тут тоже очень много магазинчиков разных. Тут что-то все люди, видите, стоят фотографировать. Давайте посмотрим, что тут. А, ну надо же! Видите, какая машина так вот на боку висит здесь. Вот посмотрите, какие здесь встречаются надписи. Good guys go to heaven, bad guys go to Pattaya. Хорошие парни, ребята попадают в рай. Плохие парни едут в Паттайю. Боковых кулочек тоже много. Вчера мы в них не заходили вообще, а сегодня у меня есть время. Может, я сейчас прогуляюсь еще туда тоже. Хочется какие-нибудь тапочки купить, но вот ничего не вижу подходящего. Вообще, днем посмотреть на эту улочку тоже очень интересно, потому что вот кое-что ночью просто не увидишь. Вот эти сами здания, они горят огнями, и вот только эти огни и видно. А вот сейчас при этом свете, конечно, можно лучше все это разглядеть. Тут тоже и гостинички выходят маленькие. Я единственное себе даже представить не могу, как можно жить с окнами вот на эту улицу. Тут такой шум гам всю ночь. Вот здесь опять этот рыбный спа, но цены уже другие. Я делала 15 минут, 150 бат, а здесь, видите, 20 минут всего 50 бат. 15 минут, мадам? Да, я вижу. Так что вот такие смешные здесь цены на этой улице. Прямо напротив ресторанчика, в котором мы вчера были, вон он, руссо-туристы и Николина фотографии, видите? Здесь вот такая улочка, которую мы вчера совершенно не заметили. А здесь есть русская караоке, мартовский кот. Русская кафе-бар под елочкой. Здесь тоже, наверное, к ночи заполнятся вот эти палатки чем-нибудь. Пока все пусто. Ну вот я пришла опять в этот русский ресторанчик, в котором мы вчера были с Рикардо. Покажу вам вид с террасы. Сейчас пока еще светло. Вот у нас около гостиницы океан более-менее нормальный. А здесь, конечно, такой вот грязный сильно. Сколько кораблей, просто поразительно. Я сегодня пробую суп, который называется том-ям. Мне очень много раз советовали его попробовать. Все, руки не доходили, вот, наконец-то, я решила. Ну, вообще, хочу сказать, что этот суп том-ям довольно-таки вкусный. Мне понравился. Не сильно острый, не сильно вкусный. Такой нормальный супчик. Ну, вот, Рикардо заказал картошечку с мясом. Вчера мы ели со свининой, сегодня с говядиной. В общем, вот так вот съедим опять с видом на океан. Все, на сегодня все. С вами прощаемся. Все, пока-пока.